Какие успехи у FXM? Где найти список нелицензированных брокеров? А также о растущей популярности RoboX поговорим сегодня. Здравствуйте! Популярный брокер FXM опубликовал показатели торговли по итогам ноября. Если вкратце, то операционная деятельность компании продемонстрировала значительный рост активности на фоне прошедших в США выборов и подкрепила позитивную тенденцию среди американского розничного сектора Forex. Это в очередной раз подтверждает, что компания FXM после резкого скачка курса швейцарского франка в прошлом году готова вернуться в колею и, более того, наращивать положительную динамику роста. Рассмотрим детальнее. Объем розничной торговли брокеров в ноябре на 16% выше предыдущего показателя и на целых 18% больше, чем в ноябре прошлого года. Среднесуточный объем розничной торговли оказался на 11% лучше октябрьского показателя и также на 13% больше, чем за аналогичный период. Более того, объем институциональной торговли вырос в ноябре на 17%, однако просел на 32%, если сравнить с прошлым годом. Среднесуточный объем институциональной торговли показал рост на целых 18% по сравнению с предыдущим месяцем и упал на 35% по сравнению с 2015 годом. Однако, несмотря на положительные месячные результаты, на открытии вчерашней торговой сессии котировки брокера снизились почти на 2%. Более того, с начала года стоимость крупнейшего американского форекс-брокера упала почти на 50%. Известный и авторитетный европейский финансовый регулятор в сфере розничной внебиржевой торговли Кипская комиссия по ценным бумагам и биржам Сайсек опубликовала вчера предупреждение о более сотне веб-сайтов, которые предлагают свои торговые услуги без официального одобрения Кипского регулятора. Проще говоря, если хотите иметь дело с лицензированными компаниями, проверьте своего брокера в этом списке и сделайте соответствующие выводы. Однако, это не говорит о том, что у участников данного списка нет лицензии другой юрисдикции, в том числе и европейской, но можно сказать точно, они не могут предлагать свои услуги под эгидой именно кипской юрисдикции или от лица кипской финансовой компании. Таким образом, Сайсек подчеркивает, что пристально следит за участниками внебиржевой индустрии и отслеживает нелегалов. Также регулятор в очередной раз предупреждает и рекомендует тщательно выбирать брокера и обращать внимание на все детали при поиске и выборе. Публикованный список сайтов и их операторов, не имеющих лицензии, вы можете найти на сайте Сайсек. Недавно был анонсирован запуск сервиса RoboX поставщиком финансовых технологий, который специализируется на B2B-секторе и продвинутых услугах для розничных трейдеров компании Trendancy совместно с форекс-брокером NPB и FIX. А буквально несколько дней назад провайдер технологии объявила и о сотрудничестве с Gerchik & Co. для предоставления смарт-сервиса RoboX, который, в свою очередь, открывает прозрачные и удобные торговые возможности конечным пользователям. Портфель услуг включает в себя предложения для многих типов клиентов, включая индивидуальных трейдеров с классическими торговыми стратегиями, алгоритмических и высокочастотных трейдеров, институциональных клиентов и партнеров. RoboX часин анализирует показатели обширной базы данных со стратегиями, выстраивая специальные смарт-пакеты, подходящие индивидуальному трейдеру в соответствии с постоянно меняющимися условиями на рынке. Мы очень рады такому теплому приему продукта RoboX на мировом уровне и особенно впечатлены тем, что такие российские брокеры, как NPB и FIX, верят в нас и доверяют нашей инновационной технологии, прокомментировал Евгений Чернин, возглавляющий отдел продаж Треденсии в России и СНГ. И мы прощаемся с вами до завтра. Информация предоставлена редакцией Forex Magnates. Всего доброго!